Протяженность границы Республики Беларусь составляет 3614 километров. Круглосуточно стражи белорусской границы обеспечивают неприкосновенность родной земли, не допускают пересечения кордона в неустановленных местах или незаконными способами. Наибольшее количество попыток нарушения границы отмечены на участках с Литвой 152 случая, Украиной 81 и Польшей 73. Большинство незаконных мигрантов таким способом надеются улучшить свою жизнь. Совместно с таможенными органами пограничники пресекают провоз запрещенных для вывоза и ввоза предметов, валюты и валютных ценностей. Для обеспечения полной безопасности государственной границы пограничные войска тесно сотрудничают с органами исполнительной власти, а результат совместной деятельности приносит свои плоды. Мы тесно взаимодействуем с погранвойсками, которые располагаются на территории Гродинской области. Оказываем всяческую поддержку, улучшаем бытовые условия пограничников, на это выделяются средства из областного бюджета. Участвуем в общественной жизни пограничников. Мы благодарны в свою очередь руководству погранкомитета Республики Беларусь и местным руководителям погранотрядов, которые располагаются в Гродинской области, то, что они размещают на своей территории погранзастав оздоровительные лагеря, где проходит военно-патриотическое воспитание наши молодые люди. В этом году работало таких 18 лагерей. В последнее время в обеспечении пограничной безопасности значимая роль отводится идеологической составляющей как со стороны органов идеологической работы пограничной службы, так и областных и районных исполнительных комитетов. Стоит отметить, что те и другие очень серьезно подходят к выполнению государственной пограничной политики. Для воспитания у молодежи чувства патриотизма все активнее используется история, традиции и настоящая пограничная служба. Практически ежемесячно проводятся информационные, патриотические и культурные мероприятия. Совместными усилиями местных органов власти и пограничников проведена значительная работа по повышению идеологической эффективности охраны рубежей. В Гродницком горосполкоме представители местных органов власти, сотрудники пограничной службы и идеологи областных центров подвели итоги промежуточной работы и обсудили планы на будущее. Итоги сегодня показывают, что тесное взаимодействие, которое налажено несколько лет назад, оно приносит только плоды нашей совместной деятельности. Те мероприятия, которые проводились в Республике Беларусь, это и выборы депутатов, и президентские выборы, показали наши возможности, показали то, что девиз «Граница охраняется всем народом», он действительно в деле применяется на практике, полная поддержка приграничного населения в этих вопросах. Как отметил председатель Госпогранкомитета, совместная работа будет продолжена, и только при тесном взаимодействии с органами власти можно достичь желаемого результата. На совещании также обсудили вопросы взаимодействия органов пограничной службы и исполнительной власти по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилейной даты победы в Великой Отечественной. В память о погибших в годы войны участники совещания возложили венки к мемориальному комплексу воинам-пограничникам, затем отправились на территорию 14-й заставы, где познакомились с объектами подразделения. Евгения Филипова, Юрий Дубовик, Новости Гродно+.